Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении минимального размера оплаты труда. Он увеличится до 6204 рублей в месяц. Изменения вступят в силу 1 января 2016 года. Правительство Российской Федерации 23 октября внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект об увеличении в 2016 году минимального размера оплаты труда на 4%. Поправки в статью федерального закона о минимальном размере оплаты труда приняты Госдумой 2 декабря. И к другим новостям на общегородском планерном совещании, коротко о главном, о кадровых изменениях, подготовке к Новому году, а также оповещении людей о плановых ремонтах и авариях на объектах воды и энергоснабжения. О вопросах, касающихся работы администрации города от заместителя главы Сергея Козлова и кадровых изменениях за прошедшую неделю. 8 декабря 2015 года по инициативе работника расторгнул трудовой договор с заместителем главы муниципального образования город-курорт Анапа Яровой Светлана и Владимира. Также 8 декабря на должность руководителя муниципального бюджетного учреждения Центра развития и оказания курортных услуг муниципального образования назначен Муханин Сергей Алексеевич. О социальных акциях рассказала Людмила Мурашова. 400 новогодних подарков собрали в эти дни в Анапе для детей из Луганска и Донецка. Спасибо, хочу сказать, делучу, управлению образованием, здравоохранением и управлению социальной защитой населения. Хочется отдельно поблагодарить водоканалы и Центр занятости, потому что они тоже, пусть не в таком большом количестве, но проявили неравнодушное отношение к этим детям. Впрочем, каннабским детям с особенной теплотой. Почти 25 тысяч подарков от главы города-курорта к Новому году получат наши детсадовцы и школьники младших классов. Кроме того, работа идет с малоимущими семьями. Готовятся традиционные акции, например, «Елка желаний». К не менее серьезным вопросам перешел заместитель главы Владимира Забураев. Отключений электроэнергии плановых и аварийных все меньше, а вот жалобы на отсутствие информации о проводимых работах и бросающих трубку диспетчеров ресурсоснабжающих предприятий остаются. Глава НАПы Сергей Сергеев дает поручение обозначить для каждого сельского округа ответственного от районных и городских электросетей и давать людям разъяснения о причинах проблем со светом и сроках восстановления. Поверьте, особенно в сельских населенных пунктах, Анапы, люди настолько терпеливые. Если ваш специалист приедет, в конце-то концов, давайте шаг вперед сделаем. И если мы будем рассказывать, вопросов нет. Даже если это экстренные работы, мы видим, что вот, если мы не сделаем в течение суток, бывает и такое. Но давайте рассказывать. Мы повторим телефоны диспетчерских служб. Городские электросети 549.14 и 3.20.16. Районные электросети 542.22 и 3.03.92. Десять елочных базаров работают в Анапе в эти дни. Начиная с сегодняшнего дня сотрудники управления муниципального контроля будут проводить ежедневные рейды. Выявляйте и пресекать факты незаконной торговли. На официальной новогодней ярмарке территория огорожена и празднично оформлена. А главное, предприниматели имеют на руках разрешение и сертификаты на товар. Однако в городе промышляют и недобросовестные дельцы. С 15 декабря специалисты управления муниципального контроля проводят ежедневные рейды. Выявляют несанкционированные места продажи новогодних деревьев. На улице Чехова предприимчивый житель продавал несколько десятков елок и сосен прямо на газоне, возле строительной площадки. За несанкционированные продажи хвойной продукции грозят серьезные штрафы до 5 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей штраф составляет уже 15 тысяч. Управление торговли призывает анапчан приобретать елки и сосны только в специально установленных местах. Деревья, купленные у нелегальных торговцев, могут быть некачественными и зараженными различными болезнями и вредоносными насекомыми. Объездную дорогу по улице Комсомольской в станице Гостогаевской продолжают восстанавливать. Необходимо приложить усилия и для сохранения восстановленного полотна после ремонта. Для этого вдоль уже отсыпанной дороги были вырыты ливневки, призванные защитить дорогу от дождевых вод. Среди с обращением жителей станицы Гостогаевской, поручение главы муниципального образования города Куртанапа Сергеева Сергея Павловича, управлением жилищно-коммунального хозяйства, была отремонтирована улица станицы Гостогаевской, Комсомольская, по которой осуществляется движение в грузовых автомобилях, задействованных при строительстве газопровода к компрессорной станции «Русская». В целях сохранения данной дороги с руководством подрядной организации ООО «Митранс», осуществляющей грузовые перевозки, проведена рабочая встреча, на которой обязали руководителя усилить контроль за передвижением грузовых транспортных средств, которые за недопущением отклонения от согласованной схемы маршрута, соблюдение грузовых нагрузок при загрузке транспорта и соблюдение водителями скоростного режима. В администрации курорта презентовали книгу «Анапа. Страницы памяти народной», написанную по воспоминаниям анапчан и завершающую год 70-летия Победы. В зале ветераны Великой Отечественной войны, ветераны Афганистана, молодежь Анапы, работники музеев и библиотек. Символично, что год 70-летия Великой Победы и год литературы завершается таким серьёзным проектом. Книга написана по воспоминаниям жителей города, переживших нелёгкие годы. Есть в этой книге главы, посвящённые современным героям, в чьих судьбах были локальные войны. Мы войну знаем, слава Богу, только понаслышке. Мы её не прожили, мы её не прочувствовали, вот так, как оно физически. Но мы воспитывались на подвигах героев тех лет, героев, сегодня молодёжь воспитывается на подвигах героев Чеченской войны, именно через вот такие произведения, культуры, искусства. Это книги и фильмы. По мнению председателя городского совета ветеранов Анатолия Гапонова, главная цель книги – воспитание у молодёжи чувства патриотизма и гордости за свой народ, за свой город. Показать им пример жителей нашего же города, прошедших через тяжёлые испытания всех войн XX века. В Краснодаре, вот в неделю где-то, открылся памятник защитникам Отечества. Он посвящён пограничникам. По-моему, 15-метровая фигура, вокруг которой, начиная с Ильи Муровца, пограничники, всех там и солдат, и матрос, всех времён и поколений. Это символизирует защиту Отечества. В этой книге как раз всё то, кто это осуществлял на деле. В годы военного лихолетия, в годы боевых действий, так скажем, по приведению конституционного порядка в наших ближних и дальних. Поэтому молодёжь об этом должна знать. Почти 200 страниц истории, рассказанной живыми свидетелями событий, не вместили всё. Рабочего материала набралось в несколько раз больше. Анапские ехтсмены в этом году завоевали 7 медалей на чемпионате России по парусному спорту, недавно прошедшем в Сочи. Золото, серебро и бронза – полный комплект. Теперь анапчане снова лидеры отечественной олимпийской сборной. Сборная уже завоевала лицензии для участия в Олимпийских играх, которые пройдут в следующем году в Рио-де-Жанейро. В копилке российской команды ещё две медали – бронзочемпионаты Европы и Дании и чемпионаты мира, прошедшие в Израиле. Титулованные спортсмены охотно помогают тренироваться подрастающему поколению. Этим летом в Анапе открылся яхт-клуб. Воспитанники уже прониклись морской романтикой, научились ловить ветер и принимать волевые решения. Марии Петровой всего 12. Парусный спорт её привела сестра. Мой папа работал в бухте механиков. Он чинил корабли. Мама привела в их клуб Катю. Катя – моя старшая сестра. И она начала заниматься этим спортом. Моя мама хотела показать ей вкус к жизни, что жизнь бывает не только за компьютером, за планшетом и за книгами. Это активное занятие, оно проходит на свежем воздухе. И ты постоянно выходишь на воду, постоянно ждёшь этого. Вот именно это чувство, которое происходит на воде, когда ты идёшь, оно шикарно. Маша уже готовится перейти на следующий класс яхт. Маленькие анапские яхтсмены перенимают мастерство у чемпионов. Известный спортсмен Ян Чехт помогает воспитанникам расправить парус на яхте. Он считает, что ребятам повезло, у них есть на кого равняться. Подросло уже поколение спортсменов именно в Анапе, которые могут дать какие-то наставления, научить, показать, объяснить молодым ребятам. Потому что когда мы занимались, весь энтузиазм поддерживался моими родителями в первую очередь. Ребятам, конечно, нужно, как бы у них должна быть группа, я считаю, своя. То есть, две, три лодки, хотя бы четыре. То есть, как, в принципе, мы начинали. В парусном спорте Анапа всегда была впереди. Несколько лет назад 80% сборной страны составляли исключительно наши спортсмены. Старший тренер сборной Михаил Заболотов уверен, былую славу вернуть под силу. Думаю, за два-три года можно наверстать все это дело и как бы двигаться вперед. Юные яхтсмены уже совсем самостоятельные. Умеют вязать морские узлы, спустить судно на воду и отправиться в путь. Но под зорким присмотром наставников. Бесстрашные и целеустремленные. Они мечтают когда-нибудь тоже стать чемпионами. Так что смена растет достойная. А завершит выпуск прогноз погоды. В среду 16 декабря в Анапе пасмурно небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 2-3 градуса. Ночью до 3 градусов тепла. Ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 6 градусов. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Субтитры создавал DimaTorzok